Проиграли и не прошли следующий раунд Кубка. Это по горячим следам, и это очень обидно. У нас не было это в планах, это 100%. Мы хотели двигаться дальше, но уже случилось так, как случилось. Что скажете о моменте с удалением? Ну, во-первых, здесь нужно было играть более надежно. Нужно было. Но до этого был контакт, на мой взгляд, был контакт. Но судья посчитал так, и это решение судьи. Так, значит так. Довольны ли игрой во второй тайме вашей команды? Да, безусловно. Потому что мы, несмотря на то, что у нас было меньше, мы играли в меньшинстве, но это не ощущалось на поле. Потому что ребята играли, как говорится, за команду, за клуб, за город. Они играли за товарища. И многие позиции они сдваивали, иногда даже страивали. Но, да, это энергозатраты. Но в целом действовали хорошо, успешно. Я так скажу. В плане контроля игры и в плане функционала. В плане качества, если мы говорим о статических вещах, да, нам бы хотелось сделать больше, было доставок именно с фланга и больше угрожать воротам именно перед штрафной площадью. Но мы затягивали. Мы затягивали. Поэтому даже те моменты, которые возникали у Андрея Разборова или же у Андрея Никитина, Куля бил со стандартов. То есть, в основном, все было со стандартов. Можно было бы сыграть еще качественней в атакующей фазе на чужой половине поля. Да, можно было. Можно было. Но в целом, мне понравилось, что в десятером мы управляли игрой против 11 футболистов нашего соперника. После удаления вы заменили именно Дмитриева, а не кого-то из нападающих. Ну, мы... Да, мы заменили полузащитника, потому что мы опустили Романа, который может сыграть в этой позиции. И оставили двух нападающих. Ну, потому что нам нужно было доиграть именно в таком ключе, именно первый тайм, потому что Роман, он полузащитник. Он может сыграть в этой позиции. Это тогда, когда я говорил, что есть ряд игроков, которые способны сыграть на различных позициях. И поэтому мы опустили в эту позицию Романа, но оставили двух нападающих. Второй тайм. Мы немного перестроились. Немного перестроили схему, поменяли нападающего, но выход Андрея Никитина, он правильно сыграл. Он хорошо сыграл. И Акбашев, и он в этих позициях, они сыграли хорошо. Они играли атакующих игроков. И в целом было хорошо. Я имею в виду, что выход и взаимозаменяемость, какая произошла у нас в плане замены в первом тайме и в плане замены в втором тайме. Чувствовалось ли, что играли против команды Премьер-лиги, команды, которые адаптированы к игре на более высоких скоростях? Мы не уступили в скоростях, это точно. Мы не уступили в качестве ведения игры, я скажу это так, потому что у них были ошибки. Такие же, как и у нас были ошибки, мы отдавали точную передачу. Мы под давлением заставляли соперника ошибаться. Да, в большей степени мы заставляли ошибаться. Поэтому я скажу, что мы играли с соперником. Каждую игру, которую мы играем, мы играем с соперником. То есть, да, это вот так. Я не могу сказать, что это команда Премьер-лиги. Это команда Премьер-лиги. Я не могу сказать, как-то выделить что-то особенное, что мы не готовы были адаптироваться именно к этим скоростям. Нет, я к чему это говорю? К тому, что мы способны играть на таких скоростях. Мы способны давать качество соперникам из Премьер-лиги. Мы способны играть с любым соперником. Премьер-лига или ФНЛ. Для этого нужно хладнокровие в голове. Да, и движение, движение и темп в плане то, что мы умеем делать. Делаем это, мы будем добиваться успеха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова